Откровение Как в прошлый раз я вам говорил, ангел церкви – это не только небожитель, который помогает верующим, но это и епископ церкви. Кто такой ангел Ефесской церкви? Это апостол Тимофей, которому апостол Павел написал два послания. Он был Ефесский епископ. А епископ Смирской церкви, о которой сегодня мы будем говорить, – это священный мученик Поликарп, муж апостольский, ученик святых апостолов. Но в то же время, как я вам уже объяснял, хотя откровение было актуально для того времени, когда оно произносилось, оно актуально было и для любого другого времени. И особенно актуально, важно будет откровение для последних времен. Поэтому христиане должны оставлять все дела и стремиться изучать это откровение, чтобы распознать знамения времен, чтобы не ошибиться. И мы читаем с вами вторую главу откровения с восьмого стиха и ниже. И ангелу Смирской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Мы видим, что в первом случае, обращающийся, например, к эфесской церкви, говорит о себе, что он, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Это Иисус Христос. Христос посреди золотых светильников, это Христос среди народа Божия. Он сам говорил о себе, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди. То, что светильники называются золотыми, свидетельствует о том, какими верующие люди выглядят в глазах Бога, когда Бог Отец смотрит на нас через Иисуса Христа. Если Бог Отец смотрит на нас через Иисуса Христа, то Он видит нас оправданными и скупленными кровью Агнца. И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Кто первый и последний? Немецкий богослов Барт в своей работе на послании к римлянам пишет Смысл истории этого мира и Иисус Христос. Смысл существования всей человеческой вселенной и Иисус Христос. Это действительно так. Мир сотворен им, через Него и для Него. Но мы должны об этом помнить. Он есть первый и последний. Он есть начало истории. И Он есть ее смысл и завершение. Который был мертв и все жив. Он был мертв. Но Его мертвость Начало нашего воскресения. Ибо, когда Он умер на кресте, Он умертвил силу греха. Вот это надо понять. Он умертвил силу греха. Он сам говорил о себе. Как Моисей вознес змия в пустыне, так Сыну Божию надлежит быть вознесенным на кресте. Когда Моисей вознес змея в пустыне? Когда появилось много змей, и они стали жалить людей, и люди стали умирать от этих ядовитых укусов. И тогда Бог повелел Моисею сделать медный стол и изображение медного змея. Что такое медный змей? Это скованный змей. Это змей, который скован этим металлом меди. Он не может двигаться. И всякий иудей, который был ужален обычной змеёю, он смотрел на этот стол медный и получал исцеление. Так вот, Иисус Христос, когда на Голгофском кресте Он сказал, свершилась, свершилась полная победа над властью греха и дьявола. Он сковал твой и мой грех. Он сковал грехи даже тех людей, которые ещё не родились, которые ещё родятся. Он сковал даже те грехи, которые мы ещё не сотворили, но, увы, будем творить. И так, в его мёртвости начало жизни. Поэтому сказано, который был мёртв и все жив. Он умирает для нас, нас ради человека, нашего ради спасения, и воскресается для нас. Нас ради человека и нашего ради спасения. Его воскресение – это воскресение первенца. И вслед за ним мы тоже будем иметь возможность на воскресение. Не просто на воскресение тела, а на воскресение – спасение, на воскресение вечной жизни, на воскресение в обновлённом новом теле. Это неправильно. Многие говорят, что Он воскрес, это означает, что все мёртвые тоже воскреснут. А мёртвые и так воскреснут. И плохие, и хорошие. Воскресение Христово имеет значение для тех, которые воскреснут вечную жизнь. Не вечную смерть и вечное осуждение, а вечную жизнь и вечное блаженство. Апостол Павел в послании к римлянам говорит «Носите в себе мёртвости Иисуса Христа». Он имеет в виду мёртвость ко греху, когда на кресте Сын Божий сковал власть дьявола и сделал нас свободными от власти греха. Так говорит первый и последний, который был мёртв и все жив. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. Вот это слово сочетание, оно очень сложное. Скорбь, нищета, и тут же говорится «Впрочем, ты богат». Этим самым Господь Иисус Христос научает нас, что подлинное богатство, оно как раз и проявляется в нашем теперешнем бедственном материальном положении. Христианские женщины любят ругать своих мужей за то, что маленькие зарплаты. Но вы не понимаете, что духовное богатство ваших мужей заключается в том, что они не воруют на работе, они не обманывают бедных людей, они не богатеют на несчастье других. Поэтому их нищета, это их богатство и богатство вашей семьи, и это надо оценить. Мне приходится общаться иногда с богатыми людьми, их богатство оно проклято. Я стараюсь к минимуму сводить общение с такими людьми. Это очень тяжелые люди, это больные люди. Проклятие богатства тяготеет над ними, потому что их богатство это удержанная плата. Никого еще деньги, я имею ввиду нечестно заработали, большие деньги не сделали счастливым. В Соединенных Штатах Америки самое большое количество самоубийц именно среди так называемых миллионеров. Самое большое количество психических заболеваний среди миллионеров. Еще в древолюционной России российские психиатры заметили, что предприниматели в третьем или в четвертом поколении обязательно вырождаются. У них начинаются психические заболевания. Нервные и затем психические заболевания. Савва Морозов известный русский миллиардер, который контролировал орехо-зуевскую мануфактуру. он был как раз предпринимателем третьего поколения. И он боялся, что он может сойти с ума. Он постоянно лечился за границей в лечебницах для душевной нервной больных. Его жизнь окончилась трагически. одни говорят, что он застрелился, другие говорят, что возможно даже, что его и застрелили, но вся его жизнь в нервном, психическом смысле, она настолько расшаталась, что эта жизнь талантливого, блестящего, очень образованного человека, она не состоялась. Он помогал тем, которые рушили его дело. Он доверял тем, которые возможно и подтолкнули его к самоубийству. Богатство это зло. Одна наша женщина, наша прихожанка, она мне рассказывала о том, что у ней был друг молодости и они дружили семьями, у нее своя семья, у него своя семья, дети общались друг с другом, но вдруг этот ее друг начинает богатеть, и он стал очень богатым, но он продолжает дорожить тем, что она знакома его молодости, и он приглашает на дачу, на квартиру, он любит, когда она приезжает со своим ребенком, с мужем, когда они продолжают дружить домами, но эта женщина вдруг начинает чувствовать, что между ними образовалась пропасть, он присылает за ними машины, у него на даче бассейн, у него дома бассейн, и она видит, как ее маленький сын из ее бедной семьи, обычной московской семьи, смотрит на это противоречие жизни, как живет этот человек, и как живут они в своей бедной квартире, и духовно она понимает, что это общение надо прервать, потому что это общение начинает калечить ее душу, и душу ее ребенка, и она прерывает это общение, тот богатый продолжает звонить, она отказывается от встречи, он обижается, говорит, что больше не будет звонить, женщина успокоилась, а ей этого и не надо, нечестно заработанный день, они осквернят руку праведного человека, мы должны довольствоваться тем, что мы имеем, поэтому обращаясь к ангелу Шмирской Церкви, Господь Иисус Христос и говорит, «Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Как я вам уже сказал, некоторые отцы истолковывают, истолковывают, что послание разным церквам – это послание, обращенное и к разным историческим периодам в истории исторического христианства. Первыми гонителями против христиан были иудеи. Поэтому здесь сказано «И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Слово «сборище», собрание, по-еврейски означает «синагога». Поэтому если более правильно прочитать этот текст, то получится так. «А они не таковы, но синагога сатанинская». Почему эти иудеи называются здесь как бы не иудеи? Сказано «которые говорят о себе, что они иудеи». Давайте вспомним то, что записано в послании апостола Павла к римлянам. Вторая глава 28-28 стих «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Иными словами, с точки зрения Нового Завета, истинными детьми Авраама являются христиане, ибо они наследовали веру Авраама, Исаака и Иакова, которые веровали в грядущего Мессию. А так называемые иудеи называются «сборищем сатанинским» или «синагогой сатанинской». Я думаю, что вам даже трудно представить, насколько современные иудеи удалились от того иудаизма, которое было в ветхозаветные времена. Помните, когда Господь беседовал с самарянкой, и она спросила, а кто же более прав? Господь сказал, «спасение от иудеев». Это был другой иудаизм, это было другое время. Помните, Христос говорил, на Моисею вседались и сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам делать, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делайте. Но здесь мы видим некую метаморфозу. Они называются сатанинским собранием, сатанинской синагогой. И еще Христос в одни своей земной жизни, однажды беседуя с ними, сказал, «Вы говорите, что вы дети Авраама? Если бы вы были дети Авраама, то вы делали бы дела Авраама, а вы ищете убить меня, человека, сказавшего вам правду, ваш отец сьям. На этой неделе умер ящер Арафат. Где-то три дня до его смерти мне довелось общаться с одной иудейкой. Иудеи очень обеспокоены, что очень много сект появилось, которые и их молодежь тоже к себе уводят. и они иногда обращаются за консультациями к нам. И вот я с ней разговаривался и зашел разговор об Арафате. Это было за три дня до его смерти. Она сказала, диагноза ему никакого не поставят. Я спросил, почему? Его заколдовали. приехали наши каббалисты, специалисты по еврейской колдовской каббале. Семь раз обошли Ромаву, где он сидел в своем убежище. Навели порчу на его кровь. Никто ему не поставит никакой диагноз, он помрет. «Когда я это услышал, я подумал, что может быть это какое-то похвальство. Но проходит несколько дней и по телевидению говорят о том, что врачи во французском военном госпитале не могут поставить никакого диагноза, не могут понять, что это поч, серд или печень. говорят что-то с кровью, но не могут четко сказать, не понимают. На него действительно было наведено проклятие по всем тем законам, которые тайно оберегаются у иудеев. Когда проклятие наводилось на город Ерихон, его семь раз обходили, трубили в шафары, совершали определенные ритуалы, связанные с кровью, и потом город рухнул, там все стены упали. Эта женщина мне также сказала, что проклятие они наводили и на рабина еврейского политического деятеля, который был за дружбу с палестинцами. Ему проклятие они делали не на кровь, а на то, чтобы его кто-то убил. Но они думали, что его убьет араб, а его убил еврейский фанатик. С пистолетом прям подпрыгнул и застрелил еврейского политического лидера. Колдовство для современного иудаизма это обычное дело. Разве это тот иудаизм, который был в одни Моисея, когда Бог повелел через Моисея изгнать всех колдунов, всех вызывателей мертвых, всех гадателей, изгнать из народа Божия. Что-то другое мы видим в современном иудаизме. они верят в перевоплощение, в реинкарнацию, как крешнаиты, как индусы, как буддисты. Да, можно прямо сказать, что правоприемниками ветхозаветной религии в ее чистом виде являются только христиане. Поэтому здесь и сказано и злословие от тех, мы с вами говорили на прошлом занятии, что Помпея Сабина, жидовка, жена императора Нерона, злословила христиан. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. И далее говорится, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Некоторые так запугали себя жидомасонской угрозой, что думают, ну все, теперь Россия погибнет. Спасение России, впрочем, как и спасение любого другого народа, еврейского народа, зависит только от личности Иисуса Христа. Иисус Христос ищет спасение для всех людей. И если сейчас современный иудаизм находится под покрывалом неветения истины, то в Писании сказано Христос может снять это покрывало с них. И многие святые отцы учат, что в последние времена иудеи отрекутся от Антихриста и будут исповедовать Иисуса из Назарета истинным Мессией. Но это будет, когда на землю явятся пророки Илья и Енох явятся с неба и во дни Антихриста будут обречать заблуждение Сына Дьявола. Енох будет проповедовать для всех народов, а Илья только для еврейского народа, потому что евреи во дни Антихриста они будут апостолами Сына Дьявола. Илья пророк будет показывать им глубину их заблуждения. И здесь Господь наш говорит не больше ничего, то есть не бойся этого сборища сатанинского, этой синагоги сатанинской. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Здесь говорится о том, что скорбь будет дней десять. Именно десять гонений, начиная с гонения императора Нерона, осуществлялось разными другими римскими императорами, пока император Константин не принял веру Христову. Именно десять гонений, начиная с первого века, по первую половину четвертого века, было со стороны римских императоров. Они здесь называются как десять дней. И причем здесь говорится, будете иметь скорбь, дней десять. То есть тон повествования такой, что скорбь будет, но непостоянно. И действительно эти гонения императоров, они сменялись периодами отдохновения, когда церкви давали свободу и христиан не трогали. Гонения, которые были против древних верующих, они были очень страшные. как я вам рассказываю часто, от христиан язычники не требовали прямого отречения от Иисуса Христа. Они говорили, почитайте своего Христа, но почитайте наших богов. Почитайте нашего императора. Например, в Эфесе главной богини была Артемида Эфесская. Это был главный культ. А вот в Смирне главным культом этого языческого города был культ императора. И если мы будем воспринимать эти послания именно как описание периодов истории церкви, то это очень совпадает. Потому что десять гонений на христиан были точно со стороны императоров. и именно точно потому, что христиане отказывались почитать статуи императоров. Христиане молились за языческих императоров, желали им здравия духовного и телесного, но христиане отказывались категорически приносить жертв перед статуей императоров. от них требовалось только внешняя формальность. Сидел чиновник в каком-нибудь городе, приводили христианина, родственники, например, язычники. Чиновник говорил, пусть своей рукой он бросит в огонь перед статуей вот кусочек ладана или кусочек пшеницы. Этого достаточно, несколько зернышек. Я запишу, что жертва принесена. Христианин отказывался. Тогда родственники язычники зажимали в ладонь христианину ладанку, зерна и связывали руки христианским детям, иногда совсем юным, и засовывали в огонь в надежде, что от боли веревка от огня развяжется, от боли рука распрямится и зернышко ладанку упадет, все, он руку выдернет, все, жертва совершена, чиновник ставит галочку, все нормально, а римлянам было все равно, это была такая очень жесткая бюрократия, они говорили, вы при этом можете даже ругать императора, они сами к императорам относились так, с прохладством, но они считали, что порядок надо исполнять, и христианские, даже детские руки обгорали до черна, но они не разжигали своих ладошек, чтобы ни кусочка ладана, ни зернышко пшеницы не упало бы в жертвенный чуждый огонь, вот так серьезно они не относились к чужим культам, понимая, что участие в чужом культе, в чужой религии, в чужом обряде может осквернить душу человека, и здесь сказано, будете иметь скорбь не 10, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни, христианские мученики действительно были верны до смерти, и они получали венцы жизни, если мы с вами посмотрим книгу пророка Даниила, то здесь есть такие слова, это 12 глава, 1 стих, и восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге жизни. Итак, у пророка Даниила говорится о том, что самые тяжелые времена, они впереди. Это дни Антихриста, когда сын дьявола воцарится на планете. Эти гонения будут такие страшные, каких не было никогда от сотворения мира. Поэтому, когда мы с вами вспоминаем о древних мучениках, мы даже не догадываемся, что, может быть, среди нас есть такие, которые доживут до самых страшных мучений и гонений, до самых страшных и зачленных пыток. Сейчас есть такие психотропные средства, когда человеку делают только один укол. И его тело так мучается, каждая клетка тела выворачивается наизнанку. Это хуже, если бы в огонь его сунули. И чтобы он не умер во время этой пытки, ему делают уколы, чтобы поддержать его сердце. И пытки продолжаются до тех пор, пока он не заговорит. Есть такие уколы, делают человеку укол, и у него полностью воля отключается, и он отвечает на все вопросы. Ему дают команды, его кодируют, зомбируют, и он идет и выполняет все, что ему говорят. Самая тяжелая форма зомбирования, которая ждет людей в будущем, это печать Антихриста. которое будет поставлено на правую руку и на чело человека. Это самая страшная форма зомбирования. Святые отцы говорят, что люди, которые испытают на себе это зомбирование, они не смогут даже перекреститься. Для них это будет невозможно. То есть весь внутренний мир человека, вся его внутренняя мировоззренческая позиция будет изменена. Он будет закодированный. Он не сможет контролировать себя. Поэтому нам надо очень опасаться всех этих репетиций бесовских. Как я вам уже говорил, вот эти ННН, это просто репетиция. Это некие предтечи главного котирования. Это предтечи главного зомбирования. И надо сказать прямо, что ситуацию с ННН мы проиграли. мы ее проиграем. А когда придет настоящая печать Антихриста, я думаю, поражение наше будет еще сильнее. Если у нас представители церкви требовали от людей, чтобы они принимали ННН, что руководители церкви, они работают в налоговой полиции, да какое им дело? А представляете, как они будут требовать, чтобы мы принимали печать сына дьявола? Это будет уже объединенная церковь. Это будет время, когда Антихрист объединит всех в единую церковь. И церковь в последнее времени это и есть облудница, которая будет сидеть на багряном звере. Что такое блудница? Это неверная жена, неверная невеста. А что такое невеста? Это церковь. Церковь называется невестой, потому что она верна жениху своему. Но в последнее время будет всемирная блудница вавилонская. Это объединенная экуменическая церковь, которая будет являться полной противоположностью православного христианства. И в последние дни христиане будут прятаться. Вряд ли вы найдете священника, который сможет по-православному принять вашу исповедь и причастить вас. В книге пророка Амоса сказано, люди будут ходить от моря до моря, чтобы найти Слово Господне. Не найдут его? Будут времена голода духовного, не голода физического, а именно духовного. Поэтому запасайтесь духовной пищей, пока есть вот эта свобода. Она скорее всего на малое время, эта свобода. Запасайтесь и молитесь за священном начале, чтобы Господь их укрепил. И святые отцы учат, что даже в самые тяжелые времена Антихриста будут епископы, которые будут сохранять православие, будут священники, которые будут сохранять православие, будут дикана, которые будут сохранять православие и будет народ Божий. Но они будут как церковь в пустыне. Сказано, жена убежала в пустыню, в книге Откровения сказано, и дракон погнался за ней, и вслед ее пустил реку. Река это ложное учение, потому что вода символизирует истинное учение. Итак, книга Откровения, она раскроет перед нами многие тайны, если мы внимательно будем ее изучать. Итак, конец десятого стиха, это призыв, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. И последний стих, который мы сегодня читаем, это одиннадцатый стих, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Первая смерть, это смерть физического тела. Мы с вами уже это обсуждали. Вторая смерть, это когда после воскресения измертвы, после суда, проклятые услышат приговоры. Идите, проклятые, в огонь вечно уготованные дьяволу и ангелам его. Это будет полное отлучение людей от божественной благодати. И таковые люди окажутся в вечной гиене с демонами, бесами, с ужасными сущностями. Макарий египетский говорит, что ужас гиены будет заключаться в том, что будет полное разобщение творения не только с Творцом, но и друг со другом. Они не смогут видеть даже друг друга в этом мучении. И внешне им будет казаться, что только они одни страдают. Вот так невыносимо, так бесконечно, в полной пустоте. каждый будет наказан своим грехом. Однажды ко мне пришел наркоман, мы с ним беседовали, и он спросил, а что такое ад? Я сказал, ад это ломки, которые никогда не прекратятся. Те из вас, которые знают, что такое ломка для наркомана, могут только догадаться, как он испугался. Этот наркоман даже от страха подпрыгнул. А это действительно так. Итак, братья и сестры, сегодня мы с вами беседовали о Сминском периоде церкви, когда было десять страшных гонений, когда иудеи с борища сатанинская восстали против христиан, когда жизнь христиан пресекалась, но мученики получали венцы, и когда было сказано, что надо претерпеть, ибо побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Как часто я говорю, как бы мы ни старались, эту жизнь, жизнь человеческого тела, мы не сможем сохранить назначение этой жизни в другом, спасение бессмертной души, а наше тело будет спасено в день воскресенья. На этом наша сегодняшняя беседа окончена. В следующий раз мы будем с вами рассматривать вопрос о Пергамской церкви. Поэтому дома читайте вторую главу книги Откровения, с 12 стиха и ниже. Если есть вопросы, я отвечу. Пожалуйста, спрашивайте. Вопрос такой, мужчина спрашивает, я говорил о том, что всем должно умереть. Если Инох и Илья были взяты живьем на небо, они придут и будут убиты во дне Антихриста. И три дня они будут лежать. И брат спрашивает, а вот те люди, которые доживут до второго пришествия, вот те христиане верующие, да и неверующие, которые доживут, они умрут? Нет. Действительно есть категория людей, которые не умрут. Это вот те, которые доживут до второго пришествия, в тяжелые времена Антихриста сумеют сохранить свою жизнь духовную, физическую. И доживут также те, которые не примут Христа. И когда будет происходить пришествие Христа в мир, один будет браться, восноситься на небо, а другой оставаться на земле. Но все сразу изменятся, произойдет изменение человеческих тел, потому что сразу изменится мир, в котором мы с вами живем. И если бы мы оказались в нашем теперешнем теле, в этом теле, в том будущем мире, то мы не смогли бы там существовать. В Писании сказано, что будет новая земля и будет новое небо. И вот смотрите, что сказано в Слове Господнем. Это пророк Исаия, 30 глава, 26 стих. И свет луны будет как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемера, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенную ему язву. Представляете, это не просто буря на солнце, это в семь раз увеличится. В этом теле мы сразу умрем, если мы окажемся в таком положении. Поэтому наше тело, оно будет меняться вместе с изменением земли. будет новая земля, будет новое небо, и мы будем в новых телах. Эти тела будут сохранять индивидуальные особенности, мы будем узнавать друг друга, по голосу даже. Мы будем узнавать наших родственников, но все мы будем молоды, эти тела будут без болезней, без всяких изъянов, без всяких пороков. Это будет новый мир, это будет счастливый мир, счастливый для тех, которые в этой земной жизни примирились с Богом. А те, которые не примирились с Богом, им покажут рай, в Библии сказано, им покажут рай, они все увидят, их проведут везде, но потом они пойдут в муху. Еще последний вопрос, потому что у меня еще занятие для маленьких детей, пожалуйста, погромче, да? Можно подружку объяснить, такое деревооплощение людей, ну вот как на бабочке, так сказать, вошенниче, бабочка, это глупо, конечно, но для ребенка, для того, тармана. В каком смысле объяснить? Ну, как это может ребенку объяснить? Как будет воскресенье? Ну, как человек не ходить, из одного состояния, в другом вы знаете, у меня знакомый работает в Бурскинском музее, и он рассказывает, что у них там есть амфоры из египетских пирамид, и одна амфора, она насчитывает три тысячи лет до Рождества Христова. И в ней зерно, пыльное, пыльное зерно. И он говорит, мы взяли это зерно, посадили в горшок и стали поливать. И у нас начала расти пшеница. Казалось 3000 лет до Рождества Христова, это значит 5000 лет это зерно лежало мертвым. Закупорено в сосуде, в амфоре, в пирамиде. И вот раз посадили в горшок водой, полили, все. Сейчас ученые даже могут взять кусок кожи и колонировать его и воссоздавать целый организм. Если люди могут делать такие вещи, почему же мы Богу отказываем в том, в чем не отказываем себе? Бог, который словом своим сотворил небо и землю, он воссоздаст каждого из нас. Каждый из нас будет жить вечно. Мы обречены на вечность. Подумайте, где вы будете находиться через миллиард лет, через два миллиарда лет, а вы будете где-то находиться. Дай Бог, чтобы мы находились бы вместе, продолжали бы изучение Слова Божия. Будем приглашать на духовные беседы Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова. Постижение Бога, оно будет и в будущем мире, потому что Бог бесконечно удален и бесконечно приближен к своему творению. Поэтому благо будущей жизни будет заключаться в бесконечном познании бесконечного Бога. И там мы будем в общении со всеми святыми. А эта жизнь, этот рубеж, здесь мы должны определиться с кем мы. Если в этой жизни мы действительно родимся для жизни в Боге и с Богом, это значит, что мы никогда не потерпим вторую смерть. Самое страшное это вторая смерть. Это когда после страшного суда грешники ввергаются без благодатного состояния. грешников сутки крестец, для славы и по нему. Сын Божий, помилуй меня. Сын Божий, помилуй меня. Господь Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Благородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена Ты в женах и благословен почеба Твоего. 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 Сын Божий, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне 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 Божий, помилуй меня. Благословена Ты в женах и благословена Твоего. Благословена Ты в женах и благословен почеба Твоего. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. 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 Благородице, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобою, Благословенна ты в женах и благословен почеба твоего, Яко спаса родила и си душ наших. Благородице, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобою, Благословенна ты в женах и благословен почеба твоего, Яко спаса родила и си душ наших. Благородице, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с тобою, Благословенна ты в женах и благословен почеба твоего, Яко спаса родила и си душ наших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...